Всем здравствуйте! Вы на канале Солнечный Дворик и с вами я Елена Вородина. Сегодня я продолжаю свои заготовки на зиму и хочу вам показать свое варенье. Это варенье из грушевых долек. Мы еще его называем мармеладное варенье. Дольки не распадаются, а и когда их ешь, они становятся как мармеладки. А еще сироп. Какой чудесный здесь сироп! Такое ощущение, что это медовый сироп. Он даже кладется как мед. Плавненько, а не просто льется. Поэтому я очень вам рекомендую сварить это варенье. В ютубе все показывают варенье из груш с дольками, добавляя воду. Мое варенье варится без добавления воды. Поэтому сироп густой, тяжелый, вязкий. Из трех килограмм груш получается два с половиной литра варенья. А еще я готовлю желе из груш. И вы увидите его чуть позднее на моем канале. Когда я его сделаю, я в описании поставлю ссылочку. И здесь, наверху у вас, всплывет ссылочка на то варенье. На желе, вернее. И так же я поставлю в описании, когда сготовлю грушевые дольки в абрикосовом желе. Это очень легкий рецепт. И вы с радостью его повторите. А зимой будете вечерами с чашечкой чая наслаждаться чудесными вареньями из груш. А теперь я вам покажу, как я его готовила. Это очень и очень легкий рецепт. Поэтому оставайтесь на моем канале. И мы вместе с вами будем готовить грушевое мармеладное варенье. Для варенья порезала я дольками вот такого типа груши. Груши у меня желтые и зеленоватые. Полуспелые и спелые. Главное, чтобы она была не совсем мягкая, не совсем рассыпчатая. Вот такого типа у меня свои груши. И вот из них я варю варенье с дольками. Толщина где-то, дольки, полсантиметра. Шкурку отделять не надо. И вот теперь на это количество, здесь у меня 3 килограмма, я буду добавлять сахара 800 грамм на килограмм. То есть 2 килограмма 400 грамм. Сахар можно добавлять от 600 грамм до килограмма. В зависимости от того, какой вы хотите получить варенье. По густоте и с кислинкой или сладкая. Я добавляю 800 грамм. Никакой воды я не применяю. Я просто засыпаю сахар. Слегка перемешиваю и стараюсь именно рукой перемешать, а не ложкой. Чтоб у меня сахар проник в самую глубину. Кстати, сахар я буду засыпать не сразу весь. Сейчас у меня отмерено 1,8 кг. И я засыплю именно этим количеством сахара. Буду ждать, когда у меня полностью сахар растворится. Прошло 3 часа. Посмотрите, сколько сока выделилось. Это полностью сок груши. Не добавляла я сюда нисколько воды, как многие рецепты, которые я видела в ютубе. То есть у нас здесь из 2-х 400 нужных килограммов сахара у нас всего 1,8 кг. Сейчас я буду ставить на огонь. И в горячем виде уже добавлю недостающийся сахар. Вот моя груша закипела. И я добавляю сюда сахар оставшийся. Можно половину сначала сахара, вторую половину добавлять. Но у меня оставшиеся 600 граммов. Сейчас сахар быстро растает. Я прокипячу 5 минут. Выключу и оставлю остывать варенье на ночь. Крышку у варенья на ночь я закрывать не буду. Чтоб лишняя влага выходила. При этом в способе варки дольки будут плотненькие. В следующем моем включении увидите, какие они будут прозрачные и плотненькие. Прошла ночь. Варенье полностью остыло. Вот у меня такая хорошая ложка есть. Вот смотрите. Сиропа мало. Это полностью у нас дольки груши. Дольки плотненькие, как мармеладинки. Смотрите, как они просвечивают. Сейчас я снова включу варенье, чтоб оно закипело. И буду кипятить уже его минут 10. Всё, включаю я второй раз. И варю своё варенье. А у меня уже третий этап варки варенья. После второго этапа у меня полностью варенье остыло. Даже охладилось. Это я делаю для того, чтоб дольки моей груши стали прозрачными и плотными. Как я говорю, как мармеладинки. И после того, как полностью остыло варенье, я опять поставила его греться. Пока варенье греется, я простерилизую баночки и прокипячу крылышечки. А пока я готовлю баночки, у меня моё варенье нагревается, доходит до кипения. И быстро, как оно только закипело, я его разливаю в банки. Чтоб прозрачность и вот этот цвет янтарный у меня обязательно сохранился. Видите, как у меня мало сиропа. И это всё потому, что я не лью туда воды. Груши и так сочные и выделяют очень много своего сока. Поэтому у меня сироп без добавления воды. Сейчас я закончу этот этап и вам уже готовые баночки покажу. Варенье у меня кипит. И я накладываю его в баночки. Накладываю именно долечки. Сироп у меня немного, поэтому потом он не останется. Сейчас я наложу дольки и залью его сверху сиропчиком. Смотрите, какое жёлтое красивое варенье получается. Также мы готовим яблочные дольки. Вот положила. А теперь заливаю до полной баночки сиропчиком. И закручиваю крышки, потому что у меня банки с закруткой. Разложила я варенье в баночки, но вот это количество у меня не поместилось. Основное варенье у меня под одеялкой стоит, а это у меня быстро остыло. И я хочу вам показать, какое оно получается. Смотрите, какой густой сироп. Правильно я говорю, медовый. Видите, как он не льётся, а кладётся. Вот такой сироп. И вот такие прозрачные плотненькие дольки. Ну вот и всё. Обязательно приготовьте это варенье, и вы не пожалеете. А вы были на канале Солнечный дворик. И с вами была я, Елена Бородина. Пока-пока.